Представители малого бизнеса Магадана собирают подписи под обращением к губернатору Магаданской области Сергею Носову. Повод для возмущения предпринимателей – повышение налогового времени. Причина – отмена федеральными законодателями очень комфортного для малого бизнеса налога – единого налога на вмененный доход. В результате с 1 января этого года предприниматели вынуждены переходить на другие системы налогообложения, более невыгодные с точки зрения нагрузки на бизнес. При этом, как говорят предприниматели, в конце прошлого года колымские чиновники их заверяли, что хуже не будет. За несколько лет до отмены непосредственно вида налогообложения и НВД было известно и понятно, что альтернатив в Магаданской области не особо много. Мы провели сравнительный анализ размера патентных именно как альтернатива вида налогообложения. И сравнение показало, что у нас в Магадане, в Магаданской области было примерно в 10-15-20 раз больше, чем везде по Российской Федерации. То есть такого дорогого патента не было нигде в России вообще. И как следствие мы написали, то есть я лично написала письмо в наш Минэкономразвитие на тему наших опасений, что большинство мелких микропредприятий закроется с такими ставками. То есть размер до 50 квадратов розничной торговли предполагалась уплата ранее 240 тысяч рублей за год. И как следствие мне пришел ответ от Минфин, мне прислал, что Александр Владимирович, не переживайте. В конце года мы приняли закон Магаданской области, по которой установленная ставка будет всего лишь 36 тысяч рублей против 240, которые были ранее. То есть они уравняли со всей Россией нормальную адекватную стоимость. Мы, разумеется, обрадовались и успокоились большинство. Как следствие, многие предприниматели в конце года подали заявки на патентную систему, ожидая заявленных чиновниками размеров ставок. Но повезло не всем. Те, кто подал заявку на весь 2021 год, будет платить еще по объявленной ставке в 35 тысяч рублей. Но те из предпринимателей, кто сначала решил присмотреться к новой для себя системе налогообложения и выбрал только квартал или полгода, после окончания этих периодов вынужден будет платить внезапно увеличившуюся ставку налога – около 260 тысяч. У всех разных видов и в зависимости от квадратуры увеличилось от 4 до 8 раз. То есть именно само налогообложение. Так как на патент сейчас очень много пришло парикмахеров, то есть микропредприятий, которые работают на себя, также самых маленьких розничных торговых точек. Выгоден патент оказался только очень крупным, до 150 квадратов. Это вот примерно как у нас в Мегамаге, то есть они тоже перешли на патентную систему. Но власти не согласны с утверждениями бизнеса, что ставки патентов были в Магаданской области в десятки раз выше других регионов. Конечно, не в такие разы. Она была по некоторым видам деятельности ниже, по некоторым равнялась таким же аналогичным ставкам других субъектов. Ну а по некоторым была выше. В частности, например, по розничной торговле, да, у нас было выше, потому что вид деятельности успешно развивался. Мы видели по числу плательщиков налога и субъектов МСП, зарегистрированных по этому виду деятельности, что в принципе это нормальный успешный вид деятельности, он хорошо развивается и может держать налоговую нагрузку. В региональном Минэкономразвитии уверены, что в условиях произошедшей отмены ЕНВД повышение ставок патентов до уровня прежнего ЕНВД – единственно возможный и правильный путь. Дело в том, что единый налог на вмененный доход поступал в местные бюджеты, и если не повысить налоговые ставки по патентной системе, муниципалитеты лишатся значительной части налоговых поступлений. Как вы знаете, с 1 января 2021 года прекратила действие система налогообложения на налогонаминенный доход. И когда мы разрабатывали новый закон о патенте, то мы исходили из того, что налоги, которые будет платить розничная торговля на патенте, они будут равны ровно той же сумме, которую они платили, находясь на единой системе налогообложения. У нас было 2667 предпринимателей, которые пользовались единым налогом вмененный доход. Вот сейчас, естественно, что они должны были выбрать, на какую систему уйти. И примерно половина ушла на упрощенную систему налогообложения, некоторые ушли на налог на профессиональный доход. И достаточно много ушло на систему патентную, порядка тысячи, как налоговая нам говорит. То есть у предпринимателей есть право выбора, куда им уйти. Но так как мы должны также исходить из того, что все эти налоги поступают в местные бюджеты, что вот единый налог на минионный доход, что патентная система налогообложения, то если бы действовал старый закон, естественно, что местные бюджеты понесли бы очень огромные потери. Но Минэкономразвития Магданской области пообещала рассмотреть обращения предпринимателей и еще раз проанализировать складывающуюся налоговую нагрузку на малый бизнес. Таким образом, диалог власти и бизнеса по теме налогов в нашем регионе еще только предстоит. И именно от активной позиции предпринимателей и желания найти компромисс со стороны власти будет зависеть результат. А учитывая недавнюю инициативу правительства Колымы о запрете розничной торговли алкоголем в многоквартирных жилых домах, становится очевидно, такого диалога пока нет.